Всем привет! Сегодня мы на реке Припять. Было одно видео, которое не вышедшее с открытия, но там нечего показывать, поэтому было просто подчищено в ноль. Попытка номер два. С палатками на три ночевки, четыре дня. Сейчас пятница вечер. Надеюсь, все будет у нас удачно. Мы в новом составе. С Вовой. Привет. С Колей. С лодкой. С коробками. Так что мы заряжены и надеемся, что в этот раз у нас будет хороший улов. Коля говорит, а мы сильно спешим? Говорит, может, уже сейчас разложим? Тут просто кто-то бьет прям с берега. Говорит, может, мы сразу стартанем? Несмотря что уже где-то шесть вечера. А еще нам лагерь разбить. Ну, красота. Красота. Лодка спущена. С перегрузом, конечно. Значит, во что нам далеко идти по воде. Возможно, будут проблемы с выходом на глиссер. Ну, а так хорошо. Погода обещает быть жаркой. Только что тут были дожди. С вечера сегодняшнего будет жара. Завтра, суббота, жара. Воскресенье жара. Понедельник жара. И вся неделя жара. На глиссер вышли, да с трудом. Пришлось переходить на нос. Отличная погода. Прибыли на точку. На самом деле, удивление. Вроде, все такое 5 июля. И так мало точек занято. Вообще, практически все по Припяти свободно. Мы сейчас на реке Горынь. Она такая поспокойнее. Нам она больше нравится. И сейчас я покажу наш лагерь. Палатка. Вторая палатка. Тут у нас еще есть правильная вещь. Как холодильник. Выкопанный. Все культурно и аккуратно. Обязательно мусорка. Мангал. Костер будет позже. Вот минус Припяти и Горынь, что тут очень мало сухих, поваленных деревьев. Это всегда проблема. Что у нас тут? Мясцо. Картошечка уже готовится. Молоденькая. Вова решил взять на себя ответственность. Мангальщика, коптильщика, повара. Два фидера стоит, незакинутых. Вот так, короче, рыбалка начинается. И Коля следует. Точки, куда будем закидывать. Проще посмотреть эхолотом, чем пробрасывать кормушкой. Погода вообще просто. Ни одного облачка. Просто ни одного. Хотя вот несколько часов назад был дождь. А сейчас очень круто. Птички поют. Людей мало. Короче, походу отдых до сца. Вот это я удачно с палатки вышел, проснулся. Ну, как удачно. Неси этот садок, к этому можно уже забрать свеку хорошую. Толстенький. Так, Вова, рассказывай свою басню. Кого ты споймал? Шесть ершей. Уклейка и маленький подлещик. Вот так вот. Доброе утро. На самом деле, ну, что никто не рыбачил. Это только с утра вышли. Ну, ночью было прохладно. Так бодренько, бодрячком. Но сейчас зато вот 7 утра где-то очень круто. Хорошая? На двушку? Ну, нет, двушка, но хорошая. Как говорится, между первой и второй пять часов прошло, да? Нет, это что там пиво, что там может больше. Ну, да. Сказал, как сказал, только держи. И сошла. Там было, мама, не говорю. Там было вообще нормально. Хотя вроде в натяге была, да? Да, в натяге была. Это как раз, как раз. Ну, ладно, бывает. Баловство, да? Ну, ладно. Да, сейчас сама свалится. Смотрим. Глубоко зашла. Ну, красиво. Что у нас? Итог дня. 13.30. Сход леща был, вот который был на видео. С лодки мы ловили. По нулям. Одна щучка с берега. И вот одна сейчас. Ну, и там мелочь. Это прям вообще там мелочь. Короче, пока. Пока так себе. Ждем. Ждем что-то интересное. Вова питает надеждой, что там... Сколько? Все уже заснули. Щука. Дурная щука. Ну, это горынь. Что сказать? Да. Щуки столько, что берет даже на фиге. Щуки заняться нечем. То есть воблер ей не нравится, и резинки. Ну, такие дела. На вопрос. Камеру включать Коля сказал да. Удиви. Ну, конечно, сейчас уже не сильно крупно. Но все, уже запись идет. Ну, в принципе, нормально. Даже опарша не надо на второй раз насаживать. Сегодня какая-то движуха вон. Вообще. История такова. Сидим мы, палим сковородку. Потому что нам нужно подготовить к завтрам. Вот солью распаливаем. Если тут начинает лупиться, просто под лящиком вскочил. Но он хорошенький. Поэтому у нас одна попытка. Попытка засадить его. Смотри, там еще у них сложности создают. Раз, два, три. Нет. У-у-у-у. Две щучки, два подлящика пока. А вот так в темноте. Хорошо. Костер горит. Со сковородкой. Завтрак просто. Яичница. С сосисками. А у нас сковорода не готова. Поэтому что нужно сделать? Подготовить. Заодно и рыба сама вышла. Лучше, чем на фидер, короче. И как начинается утро? Он вот так. Снимается зацеп. Поэтому. Хорошо, что хоть не глубоко. Сегодня ветерок. Чуть прохладно. Так, казанка вчера два сома подняла. Так он же тонет у тебя, надо конечно поднять. Сейчас еще раз зацепится. Уже палки, я что-то там уже палки. Нет, все нормально уже тут. Окунался не хочется. Купаться не будешь? Нет, что-то делать. Ну да, ветерок. Ветерок, прохладно. Поэтому нет желания большого. Но в целом погода хорошая. Ну что? Сегодня нужно показать результат. А то так себе рыбалка без рыбы. Пока все собираются вон. Наш лагерь. Ну а что движуха тут вообще была? Сегодня. С перебором носится, без света. Не видит. Вот такой вот в ночи тут будет стоять, как и стоял. Пишет, что на стеклопластике вообще тут залетал. Не знаю, километров, наверное, пятьдесят в этот поворот. Бесстрашные люди. Понятное дело, что местные знают реку. Но все же, когда кто-то будет вот так в ночную на сома сидеть, зная не зная, его не видно. Света нет. Как по-другому его заметить? Никак, воткнуться только. Ну, к каждому свое. Без жилетов ездят местные, но тоже. Ладно, снаряжаемся и погнали. Ну что, рыбачки? Коля, покажи, на что ловишь. Балуются. Шесть и девять. Дюйма. Баноптикси насмотрелся кинофильмов. И кидают. Вело просто стоит. Нет, не просто. И я. Такого же мнения я. Ветер жесткий. Прямо тут плюхает. Будешь забирать? Контент превыше всего. Ну слушай, я вообще хотел в натяжке держать. Ну что, нормально? Прямо вот. На береговой сорвалось. Ничего страшного. Ловим дальше. Все, прощай. Я ты сам мог выехать. Все, я на необитаемом полуострове. Короче, попробуем. Попробуем вот эту яму прокидать с этой стороны. Потому что тут она ближе. А лагерь нам наш вот там. Вот там уго, стоит. А Коля пойдет сканировать. Сканировать все дно. А скажи мне, ну тут шесть. Ну все, отлично. Я ее буду пробрасывать. Сколько сейчас? Три метра, вот от металла. Ну четыре, а сейчас? Короче, вот тут шесть. Там пошел подъем, а вот тут основная яма будет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Яма-яма, но подводное течение сразу начинает крутить-вертеть. Потому что тут слишком большой разворот идет. Сюда и почти-почти в обратку вон уходит. Еще ветер вот этот встречный. Немного геморрой. Доброе утро. Ну все, мы отчаливаем. Вся площадка почищена. Даже вон дрова оставили. Следующим постояльцем. Кострича почищена. Все загружено. Аккуратненько. И конечно же забираем свой мусор. А ну мусора у нас как будто мы были тут совсем не два дня. Вон мешок стоит большой. Будьте аккуратны на воде. Всем у них восстание чешуи. Пока. Пока.